Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город Симферополь. Пока город Симферополь и группа компаний Skyway. Попрошу, пожалуйста, сразу проверим связь, как меня слышно. Поставьте по 10-бальной системе, как меня слышно. Ребята, если у вас нет звука, пожалуйста, пожалуйста, отладьте свой компьютер. Приветствую всех, кто немножко хрипит. Может быть, убавьте, может быть, у себя немножко. Почему? Потому что у меня стоит как бы норма. У меня стоит норма. Либо перезайдите, либо перезайдите. Ребята, напишите там, что вы перезашли люди, либо так, в основном, всем слышно хорошо. Хрипит, хрипит, хрипит. Сделать меньше. Это у меня голос, наверное, хрипит. Почему? Потому что я простывший немножко. Наверное, на море простыл. Можно так. Все классно. Окей. Итак, дорогие друзья, начинаем наш вечерний вебинар. Так, все зашкаливает. Сережа Каледин, привет большой. Все зашкаливает. Здорово. Ну, новости, конечно, невероятные. Первая новость, которую я попрошу, ребята, еще скиньте, кто уже послушал эту новость. Это новость, конечно, интервью Виктора Игоревича Бабурина о том, что происходит в Индии, какие планы намечаются. Потрясающее интервью прослушать всем немедленно. Просто после вебинара. Давайте уже после вебинара. Все это увидите вы в своих кабинетах. Точно так же вы увидите на головной кампании. И в чатах будет разбросано. И здесь, я думаю, что сейчас кто-то из ребят сбросит. Зикруло сбрасывал уже. Еще раз сейчас Зикруло. Это Юра Зубер, Зикруло. У меня главные-главные помощники. Вот Валентина Полякова сбросила то же самое. Спасибо большое. В дополнение ко всему я вам скажу, что, находясь сейчас в Крыму, мы, буквально, я вот сейчас хочу вам зачитать некоторые документы, чтобы у вас было понимание, особенно для крымчан. Я немножко сегодня запоздал. Бегом, бегом, бегом. Вот прибежал и сразу же начинаю вебинар. По одной простой причине. У нас сегодня проходила расширенная встреча здесь в Симферополе с нашими партнерами. Но здесь непосредственно по Кэпитал. То есть мы собирались по Кэпитал. Точно так же, я так знаю, насколько я знаю, что в Севастополе будет проходить встреча в воскресенье у Хавратова Андрея Федоровича. Ну и по головной кампании, кто, ребята, присутствует. Ну, приходите либо к нам, либо к Андрею Федоровичу Хавратову и слушайте информацию, слушайте новости. Так вот, по Крыму непосредственно, новость по Крыму, то, что, ну, новость хорошая, то, что мы связались с департаментом развития и с департаментом транспорта города Севастополя, получили ответ. И получили ответ потрясающий, где дано указание, то есть на то письмо, которое они получили из головной нашей кампании. Ответ был немедленно к рассмотрению, принять наше предложение. И надеемся, с Божьей помощью, как говорят, так как здесь еще политическая ситуация, выборы в воскресенье будут, в субботу, вернее, выборы будут, так, в субботу, в воскресенье будут выборы губернатора Севастополя. И прогнозировать ничего не буду, в политику не вмешиваемся, но в любом случае у нас готовится встреча ближе к концу месяца, непосредственно с докладом у губернатора. Это первое. Второе. После того, как мы сегодня связались с головной компанией, непосредственно с руководителем адресных проектов, Эрой Бадулин Кирилл, получили от него, знаете, такой интересный ответ, что сейчас мы очень заняты сбором, подготовкой документации для вылета Анатолия Анатольевича Юницкого с делегацией Белоруссии, где вылетает непосредственно и Александр Григорьевич Лукашенко. То есть новости, конечно, я думаю, будут потрясающие. И то, что вы услышите в интервью Игоря Викторовича Бабурина, что 11 числа планируется подписание важнейших документов, я думаю, 11, 12, может быть, 10 будут подписания. Эти новости мы с вами услышим буквально через 5-6 дней. И это тоже новости, тоже потрясающие. Потрясающие в хорошем смысле слова. То есть, как говорит, потрясающие, трясет, что ли, вас? Да, трясет, наш трясет от той информации, которую мы получаем. От той информации, кто не видел, пожалуйста, зайдите, пожалуйста, посмотрите. Производственные площади, наши собственные, личные производственные площади в Белоруссии, рядом с нашими цехами, которые уже работают, которые уже производят продукцию мелкосерийное производство. Посмотрите, это наша собственность, это то, во что вы, мы вкладываем деньги. Это и ваша собственность, ваша собственность, то же самое. Вам должно быть интересно, где находится ваша собственность, что с ней происходит, что на ней делают. Это ваша собственность. Мы совладельцы всего этого. Вот это осознание, дорогие друзья, что мы совладельцами, чтобы никого ничего не доказывать, никому ни с кем не спорить. Мы совладельцы всего того, что мы финансируем. Это строится за наши народные деньги. Это понимание сопричастности к тому, что мы с вами создаем. Сегодня для того, чтобы уже завтра мы пользовались благами того, что мы создали. Но это благо не только для нас, но это благо для всех людей. То есть тогда, когда вы представляете что-то, что нужно людям, вы будете иметь все. Вот это мы делаем. И нижайший поклон всем тем, кто все это создает. Прежде всего, Анатолию Голландовичу Юницкому. Ну вот можно перечислять многих-многих людей. Следующий человек я бы назвал, это Сергей Анатольевич Сибиряков. Следующий, это тот монумент, который вы видели, установлен при жизни, как говорится, Дмитрию. Человеку, который первый проинвестировал в 2001 году полтора миллиона долларов. Это Лебедь Александр Иванович. Это еще десятки, сотни, тысячи людей. Можно перечислять, кто начал, кто поверил и кто это создал. Фактически мы это уже создали. Осталось, буквально осталось малое только времени. По поводу новостей еще, дорогие друзья, напоминаю. Вот понять, осознать, что из стадии подготовки проекта мы перешли к стадии реализации проекта. Это, конечно же, сертификация. Имеет гигантское значение. Пока нет сертификатов. Да, Дмитрий Терехин, Анатолий Анатолий, абсолютно верно. Пока нет сертификата. Общаясь с чиновниками самого высокого ранга, я уже давно это понял. Все в конце концов задают вопрос, а транспорт сертифицирован, а он безопасен и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас, 11 числа, прилетает расширенная комиссия, которая окончательно уже будет заниматься подтверждением сертификации нашего транспорта городского и прогулочного. Юнибайки и городской транспорт. Для нас это очень важно, для Крыма это очень важно, для многих регионов это очень важно, для Севастополя, для Иркутска. Еще можно представлять дальше, дальше и дальше. Скоростной транспорт будет сертифицирован чуть позже, чуть это через год. И это нормально. Почему? Потому что мы начинаем действовать уже сегодня, уже начали, не просто начали действовать, а подписаны первые контракты почти на миллиард долларов. Вы об этом знаете, с одним из штатов Индии. Прослушайте внимательно, я еще раз попрошу сбросить для тех, кто еще добавился к нам в чат, уже 100 человек у нас. Это информация о интервью Виктора Игоревича Бабутина, она только появилась вечером сегодня. И сейчас я хочу, знаете, вот я хочу сейчас немножко вернуться к тому, с чего мы, собственно говоря, начинаем. Это тот заголовок, который я отправил в рассылке, в сегодняшней рассылке. И что значит для нас номинальная стоимость, одна акция, один доллар. И насколько важно понимать ценность этих цифр. Номинальная стоимость, одна акция, одна доллар. Что это такое? Буквально вот, ну не то, что осознание приходит, знаете, дорогие друзья, осознание приходит тогда, когда ты совершенно в теме. Когда ты получаешь массу информации. Когда ты получаешь интервью Бабурина. Ребята, скиньте, пожалуйста, интервью Бабурина, да. Интервью Ангелина. Вот оно, интервью, два раза, по-моему, скинули интервью. Послушайте после вебинара, скопируйте и послушайте. Либо уже в рассылках сегодня везде это будет, поверьте мне. Так вот, одна акция, один доллар. Сегодня и вчера, и позавчера я общаюсь здесь, вот в Крыму непосредственно, общаюсь с очень многими ребятами. С сетевиками, просто с предпринимателями. С тех, кто работает в интернет-проектах. И почти от всех слышу одно и то же. Главный тренд на сегодняшний день считают большинство людей, это криптовалюты. Ребята, просто задумайтесь, это криптовалюты. Я привожу такой пример. Вот просто возьмите калькулятор. Я люблю цифры, потому что у меня жена в математике, она у меня всегда все расчеты делает в цифрах. Включаю его в компьютер и начинаю считать. Я спрашиваю, задаю вопрос. Дорогие друзья, просто задайте вопрос себе и тем людям, которые вам говорят про криптовалюты. Хорошо, это плохо, это здорово. За этим будущее. Мы в этом уверены и мы это тоже развиваем. И сейчас чуть позже я об этом тоже скажу. Кто слышал вчерашние вебинары Сергея Анатольевича Сибирякова и Алексея Суходоева, те понимают уже о чем я говорю. Кто не слышал, пожалуйста, послушайте. Либо их, либо меня. Так вот, на сегодняшний день стоимость одного биткоина, будьте добры, напишите мне, сколько на сегодняшний день стоимость одного биткоина. Вот на сегодня, напишите мне, пожалуйста. Пишите еще, кто знаком, напишите. 4 800, примерно 5 тысяч. Пишите, кто немножко знаком, пишите. А теперь следующий вопрос. Ребята, поиграем в эту игру. Это не игра, это очень серьезное осознание, где мы находимся и какие у нас есть возможности. То есть, в среднем стоимость биткоина, мы видим так, округленно 5 тысяч долларов. Прошу вас, скажите, пожалуйста, кто немножко в этом разбирается, предполагаемый рост биткоина во сколько раз на ближайшие 5 лет? На ближайшие 5 лет рост стоимости биткоина, предполагаемое. Вот просто напишите. Вот, ребята, смотрите внимательно. 25, 10, 15, 5 тысяч. Я прошу вас, напишите. Если вы владеете информацией, в 4-5 раз. Вот, вот, вот. 25, 30 раз. Кто что говорит? Да, Рафаэл, абсолютно и правильно. Итак, 100 тысяч долларов, я понимаю, 100 тысяч долларов. 50 тысяч. Рухнет. Есть и такое, Родион, абсолютно верно. Сегодня на вебинаре, здесь на расширенном вебинаре онлайн в Крыму мне сказали, а если он рухнет? И так далее, и так далее. Может, может. То есть, волатильность очень большая и коррекция может быть очень большая. Так вот, а теперь, для чего я это вам показываю? Прошу вас поучаствовать в нашем общении. По одной простой причине. На сегодняшний день стоимость акций, одной акции группы компаний Skyway, стоимость одной акции группы компаний Skyway. И я попрошу вас же написать, кто знает, сколько сейчас стоит одна акция группы компаний Skyway. Средний, средний дисконт, средний дисконт, средний дисконт. Нет, не 0,01. В долларах, о, 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 уже цифры появились более-менее правильные. Мы просто берем, делим стоимость на количество акций. В среднем дисконт получается где-то 125, ну, 130. Абсолютно верно, Ириночка, вот в точку, почти в точку попало. Стоимость одной акции 0,09 цента. 0,09 цента. Понимаете, да? И дисконт означает, что наши акции при выходе на IPO, то есть выход на IPO, предположим, что то же самое, что, как я вам сказал про биткоин, что он в течение 5, там, допустим, 3-5 лет, на сколько раз он может, предположительно, может вырасти, может не вырасти, может рухнуть, все что угодно. Но, но, мы можем получить, если вкладываем средства сейчас в биткоин, то можем получить увеличение своих капиталов примерно в 5, в 10, в 15, максимум, это вообще супер предел, ну, в 100 раз. Но, при этом, нюансов столько, что мама родная. Сегодня, приобретая акции группы компаний Skyway, я не говорю, что это точно, я просто, ну, понимаете, предположение, расчет может быть нести на основе той информации, которой мы владеем. Конкуренция с биткоином идет сейчас сумасшедшая, это и Ethereum, это и китайская собственная криптовалюта, в России то же самое собираются запустить, Индия то же самое, там Соединенные Штаты Америки свое делают. То есть, идет конкуренция сумасшедшая. И какая валюта будет лидирующая в ближайшее время, для нас с вами, дорогие друзья, не имеет значения. Вот, Володя Жабоедов точно назвал ту цифру, в которой расчет делал, 0,0089 цента. Если сегодня вы приобретаете одну акцию, то она может вырасти через 3-5 лет в 100, в 1000 раз, а может быть и более. Не в 5-10 раз, как биткоин, либо любая крипта, которая есть сегодня, а в 1000 раз. И я не говорю, что это однозначно 100%, но это может быть. Это вот вера, уверенность моя лично основана на одном простом факте, что каждый построенный новый километр наших трасс будет увеличивать стоимость наших акций. Каждое новое месторождение ценных пород, освоенное с пользой полезных ископаемых, чего угодно, с помощью нашей технологии будет приносить им еще дополнительные дивиденды. Еще дополнительно будет увеличивать стоимость наших акций. И это будет продолжаться до тех пор, пока не закончится строительство наших трасс. А как предполагают специалисты и как говорят Анатолий Далчиницкий, ближайшие 100 лет, ближайшие 100 лет мы обеспечены, вы обеспечены, ваши дети и внуки. Вопросы чуть-чуть попозже, один и один, когда закроют корневые акции. Вот это для чего, дорогие друзья, я так говорю, для того, чтобы было понимание. Сейчас очень-очень многие люди обращают на тренд, как считают они. Тренд номер один – это криптовалюта. А мы говорим, тренд номер один на сегодняшний день – это Skyway. Почему? Потому что это подтверждено гигантской капитализацией, которая произойдет в ближайший год-два. Это невероятная, сумасшедшая капитализация. Просто вспомните, прослушайте еще раз обращение Анатолия Далчиницкого, которому полтора года. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделал Софинсон, Форд и Бойн. Представьте, это гигантские отрасли, это железнодорожный транспорт, отрасль, это автомобильный транспорт, включающий все – заводы, инфраструктуру, дороги и так далее, и авиация. Это гигантские аэропорты, это гигантская промышленность, которая производит все это. Просто задумайтесь. Задумайтесь о том, что происходит. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. И рост стоимости акций группы Skyway, мы не говорим, что это 100%. Это нельзя говорить, это неправильно. Но сами посчитайте. Просто возьмите, сами посчитайте и для себя определите, насколько это может быть востребовано в ближайшие 100 лет. Даже не 100 лет. Давайте возьмем не 100 лет, а возьмем немножко меньше. А может быть очень меньше. Сегодня я хотел поговорить вот именно об этом, о деньгах. То есть во что это может вылиться. Тренды. Да, есть тренды всевозможные. С кем мы только, дорогие друзья, не встречаемся. Сегодня у нас была встреча с несколькими интересными, скажем так, людьми, которые занимаются инфотехнологиями, занимаются продвижением проектов в интернет и так далее. И нам было достаточно 10 минут времени для того, чтобы даже не доказать, не переубедить, а просто-напросто показать возможности того, что может произойти в ближайшие годы. А может быть даже в ближайший год, а может быть даже в ближайшие полгода. Я имею в виду обратный выкуп. На это тоже обратите внимание. И это ролик, который вы должны все посмотреть. Потрясающий ролик, запись. Это Владимир Маслов, группа компаний Skyway, непосредственно Skyway Capital. Послушайте этот ролик, где идет очень серьезная аналитика того, что есть, того, что в ближайшее время будет и что предполагается сделать. А теперь ближе к теме. 19 числа смена дискорда. Вот меня спросили, задал вопрос, Родион, по-моему, не помню, кто, задал вопрос очень простой. Когда закроется вход в корневую систему? И опять же я могу, знаете, как провоцируя своих оппонентов, я задаю вопрос. Вот скажите, пожалуйста, хотите ли вы узнать сейчас точную дату, когда мы выйдем на IPO? То есть закрыт вход в корневую систему и мы выходим на IPO. Кто бы хотел узнать точную дату, когда мы выходим на публичное размещение на бирже? Кто бы хотел, напишите, да, хочу или нет, не хочу узнать. Когда будет у нас точно дата вывода на биржу? Когда? Когда? Кто бы хотел узнать об этом? Я знаю точную дату. Я знаю точную дату. Юра, Зубер, я знаю точную дату. И сейчас я вам об этом скажу. Кто хочет это узнать? Провокация. Да, провокация. Кто хочет узнать, когда точно будет выход на IPO? Я называю вам точную дату 15 сентября 2019 года. Выход на биржу 15 сентября 2019 года. Записали эту цифру? 15 сентября 2019 года. А теперь я вас немного разочарую. Я эту дату взял из головы просто так вот. Вот взял просто и назвал эту дату. Просто назвал эту дату. Почему? Потому что выход на IPO всего на сегодняшний день не знает никто. Предположительно, можно сказать, но предположительно, как говорит наш финансовый консультант, это делать неправильно. То есть, ну, не надо делать предположение. Предположение может быть только одно. Выход на IPO будет в любом случае в период самого мощного информационного потока по Skyway. И при этом еще должно начаться реальное строительство в Индии, в России, в Монголии, не знаю где, во Вьетнаме и так далее, и так далее. Эта дата примерно... Ребята, Анатолий, не обращайте внимания. Ничего, ничего, это нормально. Когда люди приходят, они все-таки что-то слушают и в конечном счете становятся нашими активными партнерами, нашими инвесторами. Это нормально. Так вот, если я вам назову точную дату, что выход на IPO будет через 3 месяца, я больше чем уверен, все вы начнете ажиотажно скупать акции Skyway как можно больше. Не надо этого делать. Надо делать грамотно, не надо загоняться. Но действительно, владея информацией, вы можете сами осознанно принять решение, какой пакет акций вам нужен. При этом, ни в коем случае не загоняться, не брать кредиты, не влазить в долги и так далее, и так далее. Это неправильно. Ну а то, что, как мне многие говорят и сегодня, как бы новичок сказал мне, ну, Григорий Михайлович, вы как бы говорите, что завтра, послезавтра все станут миллионерами. Нет, дорогие друзья, не станут. По одной простой причине, что ни вы не владеете акциями Google, Facebook, вы не купили биткоины в 2010 году, вы не приобрели акции Норникеля 20 лет тому назад, вы не приобрели акции Сбербанка 15 лет тому назад, вы не имеете ни того, ни другого, ни третьего. И это не обвинение. Почему? Когда проходят наши семинары, наши вебинары в Европе, как Сибиряков Сергей Анатольевич в таком закрытом общении говорит, Григорий Михайлович, ты не представляешь, ты работаешь в основном в России, хотя у меня партнеры тоже и в Германии, и везде есть. Но, когда мы садимся, проводим вебинар, мы знаем, вот сидит у нас инвестор, потенциально крупный инвестор, с правой стороны сидит его адвокат, с левой стороны сидит его юрист. И вас в атаку выжмут от и до, прежде чем принять решение. Но при этом самые крупные инвестиции идут с Европы. А вот уже если взять по странам, дорогие друзья, я вам уже говорил информацию, еще раз повторю, вы можете, и мы можем поздравить все друг друга. Наконец-то, я могу не произносить фразу, что за державу обидно, хотя все равно немножко обидно, но Россия, Россия, огромная наша Россия, наконец-то по количеству инвестиций вышла на первое место среди всех остальных стран. На втором месте, я вам скажу, Германия, на третьем месте Нидерланды. Вот можете представить, что это такое? Количество инвестиций, поступление денег, я вам не могу назвать. Почему? Потому что мы не имеем права разглашать эту информацию. Это только информация владеет руководителей регионов. И они вам тоже этого не сказали. Почему? Потому что не надо этого делать, неправильно. Хотя есть финансовый отчет официальный. Вот тоже для себя, вот, дорогие друзья, просто для себя отметьте, насколько это важно для вас, для ваших партнеров, для вашей убежденности и для их убежденности. Мы прошли налоговую проверку за два года, с 2015 по 2017 год, в Белоруссии, у Александра Григорьевича, где не подкупишь налоговиков. Почему? Потому что там же законы соблюдаются, ну, не в обиду России, но в тысячу раз жестче, нежели в России. Плюс к этому, мы выставили официально это, за два года мы прошли налоговую проверку, и теперь на ближайшие пять лет мы освобождены от налоговых проверок. А вот то, что мы еще и выставили, то есть пройден еще и дополнительно аудит, очень многие спрашивали, ну, где аудит, где аудит? Вот, пожалуйста, аудит, он есть, он выставлен. Так вот, по поводу того, той информации, которая есть в каждом кабинете, вот анализируйте ее все, дорогие друзья, смотрите ее. И это не только ваша будет внутренняя уверенность, но уверенность, которую вы передадите своим людям. Поверят в это? Хорошо. Не поверят? Это их право. Будут партнерами-инвесторами? Не будут, тоже их выбор. И почему, вот почему именно Европа, сейчас Ближний Восток, сейчас Африка, вот даже Африка, Африка, ребята, количество инвесторов, ну, скоро сравняется с российскими инвесторами. Финансовая грамотность у нас, дорогие друзья, ну, нулевая, нулевая. Я вам напомню, что в воскресенье опять же будут проходить уроки финансовой грамотности. Магасумова и Гузель Виктора Тарасова, приходите, не ленитесь, слушайте в записи ВКонтакте. Приходите. Это важнейшее осознание того, что тогда, когда мы будем вооружены этой грамотностью, мы будем грамотно принимать решение, где, куда и сколько вкладывать деньги. И это не означает, что все деньги должны вкладываться в Skyway. Но то, чем мы занимаемся с вами, имеет место к рассмотрению. Я, как заканчивая обычно презентацию, я говорю, назовите мне хоть одну причину, чтобы в этом не участвовать. И вот тогда я начинаю вытаскивать тараканов из головы новеньких особенно. С какой цены начнется внутренняя биржа? К сожалению, не знаю, как вам обращаться. У вас набор цифр, букв непонятный, но я отвечу на этот вопрос. Итак, дорогие друзья, вот это, наверное, то, что я хотел выплеснуть вам. Наверное, душу свою выплеснуть, что ли, от той информации, которой я владею, которую хочется вам передать, зарядить этой уверенностью, уверенностью в том, чем мы занимаемся, благороднейшим делом. Каждый вложенный, как посчитал Юрий Зубер, Юрочка, ты здесь же, а каждый вложенный доллар спасает одну человеческую жизнь. Так вот, по поводу... На внутренней бирже. Внутренняя биржа, это немножко неправильно. Неправильно меня Гузель, Магасума Гузель ругает обычно, когда я сам проговорюсь, внутренняя биржа. Это не внутренняя биржа, это обратный выкуп. Внутренних бирж не будет. Это нонсенс. То есть это просто мы начнем друг другу передавать деньги. Зачем? А обратный выкуп, вот это другое дело. Жалко, у меня доски здесь нет, я вам показал. Но я могу вам обозначить, что такое обратный выкуп очень коротко. Ребята, у кого под рукой ролик, Владимира Маслова, вот именно по обратному выкупу, скиньте сюда, это предыдущий вебинар его. Скиньте сюда. Там настолько подробно. Проще. Перед закрытием, окончанием продажи акций корневой системы начнется обратный выкуп. И он выгоден как компании, так и нам. То есть у вас есть 2, 3, 4, 5 пакетов акций. Любой из этих пакетов вы можете продать компании с очень хорошей выгодой. Условно говоря, вы вложили тысячу долларов, получили там 100 тысяч акций, вы можете компании продать эту тысячу акций, при этом компания выплатит вам не тысячу долларов, а условно говоря, две тысячи долларов. Вы уже 100% заработали денег. Хорошо? Здорово. Как Виктор Тарасов, здесь хотя бы 20% в год будет прибыли. Так вот, вы получили прибыль. Компания, но у вас был дисконт, извините, 1,200, 1,300, а может быть 1,600. А вот новые партнеры, они покупают с дисконтом 1,50, 1,70. Соответственно, и компания имеет и деньги, и не надо размывание акций делать. Почему? Потому что на создание технологии выделено определенное количество акций, 15% от общего пула. То есть 60 миллиардов акций. Больше продано не будет за счет того, что как раз будет обратный выкуп. И всем, кому нужны срочно деньги, они могут их превратить, увеличить в 2, в 3, может 5, не знаю, во сколько раз еще может быть. Все расчеты будут представлены и будут объявлены. И это очень мощный маркетинговый ход, помимо всего прочего. Так вот, дорогие друзья, после закрытия технологии, зачем нужен обратный выкуп, тогда начнет уже работать биржа. А на биржу выход, одна акция, 1 доллар. Валентина, огромная благодарность. Пожалуйста, прослушайте этот вебинар полностью. Не поленитесь, Англию, тебе тоже спасибо. Благодарю. Не поленитесь, ребята, скопируйте и прослушайте. А теперь у меня к вам призыв. Как говорится, каждая презентация, каждое общение должна заканчиваться закрытием сделки. Это такой хороший маркетинговый ход, закрытие сделки. Если у вас есть открыт какой-то пакет акций, откройте еще один. Хотя бы, хотя бы на минимальную сумму. Почему? Потому что подойдет время продажи акций, обратного выкупа. И вы будете очень сожалеть о том, что у вас нет дополнительного пакета. Это первое. Второе. Осознайте сами и передайте всем своим партнерам. Всем абсолютно. 19 числа переход на 10 этап. И если у вас открыт один пакет по 25, по 50, по 100, по сколько угодно, можете, у вас есть шанс до 19 числа открыть еще один пакет с тем дисконтом, который есть сегодня. Почему? Потому что завтра он уже будет, за ту же самую сумму денег, вы получите в два раза меньше акций. Я всех благодарю за внимание. Желаю всем хороших выходных. В воскресенье следите за информацией. Приходите, пожалуйста, на уроки финансовой грамотности. Не ленитесь, слушайте или в записи. На гумуса не обращайте внимания особо. Это нормально. Ну, ненормально. Что бы он там ни писал, это нормально. Знаете, это знаете. Сегодня я общался с одним человеком, когда он мне как бы рассказывал, ну, как бы рассказывал о своей жизни. И он у него все время выскакивал фразу, это не я виноват, это она виновата. Это они меня так сказали. Это мы все время кого-то обвиняем. Все то, что появляется где-то, кто-то появляется в нашей жизни, на наших вебинарах, это те люди, это те ситуации, те моменты, которые дают нам уроки. И они либо провоцируют нас на что-то, как говорят, если ты сам начнешь кидаться грязью, то испачкаешься сам в этой грязи. Поэтому просто пропускайте. Стоит только не обращать внимания на таких людей, скажем так. Я их тоже не обвиняю. Они для чего-то пришли. Им может быть скучно, может быть они случайно попали. Скорее всего, не случайно. А может быть им проплатили. А может быть что-то еще. Но не надо их обвинять. Не надо обвинять. Просто надо, может быть, займ. Может быть, все может быть, Николай. Все может быть абсолютно верно. Так, Гузель говорил, что будет 17-го. Ой, к сожалению, не могу сейчас уточнить. Но следите за новостями. Хорошо? Следите, дорогие друзья, за новостями. Я всех благодарю. С вами был Григорий Мирошенченко. Наша вот огромная группа партнеров, группа поддержки, группа компаний Skyway. И просьба, следите за новостями. Ребята, следите. Это главная мотивация к тому, что мы здесь. Мы делаем великое дело. И то, что мы делаем, за нас никто не сделает. Без нас ни Анатолия Дуальевича Ницкого не было бы. Ну, был бы он, конечно. Мне кажется, он все равно бы добился своего. Что бы там ни было. Но с нашей помощью, суммарно, вместе, мы это сделаем быстрее, правильней, грамотней и эффективней. До встречи на следующих вебинарах. Григорий Мирошенченко, город Симферополь. Следующий вебинар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова